Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! В пятницу 29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала соглашение об ассоциации с ЕС. До последнего момента вопрос подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС оставался неясным. 21 ноября с трибуны Верховной Рады на утреннем заседании выступил депутат Олег Царев по поводу сложившейся ситуации в Украине. Он сказал следующее. Ко мне как к народному депутату Украины обратились активисты общественной организации «Воля», которые представили убедительное свидетельство того, что на территории нашего государства при поддержке и непосредственном участии посольства США осуществляется проект «Техкэмп», в рамках которого ведется подготовка к разжиганию гражданской войны в Украине. Проект «Техкэмп» направлен на подготовку специалистов по информационным войнам и дискредитации государственных институтов современных медиа. Потенциальных революционеров для организации протестных действий и свержения государственного режима. Проект находится под патронатом и кураторством посла США в Украине Джеффри Пайетта. Далее Олег Царев привел следующие факты, что последняя конференция «Техкэмп» состоялась 14-15 ноября 2013 года прямо на территории посольства США в Украине. На ней курсанты из числа специально отобранных посольством США граждан Украины учились интернет-технологиям мобилизации протестного потенциала с последующей организацией силовых акций для дестабилизации общества. Тренерами выступали граждане и сотрудники государственных органов США МЭДБЕРГ, КАРА-Андраде и другие. По словам депутата, в качестве примера американские инструкторы приводили примеры использования социальных сетей для организации и управлениями уличными беспорядками в Египте, Тунисе и Ливии. Сторонники евроинтеграции в социальных сетях призывают всех выходить на митинги в своих городах в связи с тем, что Украина не подписала ассоциацию с ЕС. То, что сейчас происходит на Майдане в Киеве, есть отработка вышеупомянутых технологий, которые хорошо сработали в других странах. На внедрение этой схемы в Украине также указывают не только сообщения в СМИ, но и личные свидетельства людей, что участников демонстрации привозили издалека, платили им деньги посуточно за участие. Легче всего было поднять на эту акцию студентов за счет учебного процесса, но на самом деле большинство украинцев согласны с правительством страны, которая выступает против ассоциации с Евросоюзом, поскольку это повлечет за собой массу потерю рабочих мест. Несмотря на то, что вопрос о подписании соглашения был решен отрицательно, в соцсетях появилось сообщение, что в пятницу 29 ноября в 19.00 на главной сцене Евромайдана в Киеве будет провозглашен дальнейший план действий. Не похоже ли то, что события в Украине были уже заранее спланированы и имеют свое предложение? Следите за происходящими событиями на нашем канале. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok